Регион шаг за шагом продвигается к альтернативным видам топлива. Уже более 20% всех котельных области перешли на пилеты, и это доказало свою эффективность. Есть результаты в сельском хозяйстве. Возобновила работу Котласская птицефабрика. В Вельском, Устьянском и других районах открыты 9 современных животноводческих ферм. В них полностью заменено оборудование и модернизирована технология переработки продукции. После долгого перерыва возобновлено авиасообщение между Архангельском и Мурманском, а также с Кировом. Появились дополнительные рейсы на Наринмар. В Киров, кстати, теперь летают и из Котласа. Особое внимание в уходящем году дорожной сети области. Впервые за долгие годы на ремонт трасс из всех уровней бюджетов выделили более 2 миллиардов рублей. И это без учета тех средств, что были вложены в реконструкцию федеральной трассы М-8. Появились развязки европейского уровня. Более 300 миллионов плюсом к средствам регионального дорожного фонда ушло в муниципалитеты. Заасфальтирован последний грунтовый участок дороги, соединяющий юг области с Республикой Коми. Стал доступен второй участок трассы Брин-Наволок-Плесецк, ведущий к космодрому. Построен либо капитально отремонтирован 21 мост. 2016 год беспрецедентного возведения жилья в регионе. Построено более 200 тысяч жилых квадратных метров. Заканчивается третий этап программы переселения из аварийного фонда, благодаря чему новые квартиры получат около 4 тысяч северян. Первый в Архангельске социальный дом для переселения из аварийки сдан. Еще одна новостройка появилась в Северодвинске. Особое внимание в 2016 году и социальной сфере. Сдано семь детских садов и три школы. В больницах и поликлиниках открыты регистратуры с самым современным оснащением, позволяющим избежать многочасовых ожиданий заветного талончика к врачу. По морю работает более 30 многофункциональных центров, где жителям предоставляются услуги по принципу одного окна. Впервые началась выплата пособий матерям до 24 лет, родившим первого ребенка, и компенсации за капитальный ремонт северянам старше 70 лет. На меры социальной поддержки в регионе направлено более 7 миллиардов рублей. Большой прорыв в кораблестроении. Уже под занавес года на стапелях Севумаша в Северодвинске прошла церемония закладки атомной подлодки «Князь Пожарский». Субмарина стала восьмой и крайней в линейке крейсеров проекта «Борей». Три корабля этого семейства уже переданы флоту.